Сегодня в гостях программы «Правда-24» начинающий итальянский театральный режиссер. При этом нам он всем известен как самая яркая, импозантная звезда на небосклоне отечественной культуры. Хотя представления о культуре у него очень своеобразные. Андрей Кончаловский в гостях. Добрый вечер. Здравствуйте. Хорошо, что не споткнулся. Первая неточность. Я не начинающий итальянский режиссер, потому что в 1986 году я поставил Евгений Онегин в Ласкале. Потом я в Ласкале ставил «Пиковую даму». Потом в Ласкале шла моя «Война и мир». Чего это было в Италии? Так, чтобы ты знал. И в парме я поставил спектакль. Так ведь сайт... И в Торино я повторил. А вот кто сайтом кончаловский.ру занимается? Почему на сайте кончаловский.ру написано, что это дебют в Италии? Нет, я кого-то уволю. Вот, это правильно. Сколько стоят твои часы? А? Часы сколько твои стоят? 15 евро. Нет, 17. 17. А что, к чему это? Я часы не отдал. Это не та ошибка, за которую я готов поделиться подарком олигарху. К чему это вопрос? А у вас что за часы? У меня... Я безопасно, я думаю, у меня смотч. Да, вы можете себе позволить. Вы же кончаловский. Зачем вам вообще часы, вообще одежду? Я люблю часы, которые можно выбросить. А, в этом смысле. А твои часы, наверное, купаться у них нельзя. Почему? Можно. Нет, я ни разу не пробовал. Что сейчас вот это было? Вот это мы меняем как бы тему разговора для того, чтобы не говорить про... Про Италию. Про Италию, да? Потому что надо как-то разбавить. Хорошо. Укращение строптивой. Значит, я должен сделать вид, что я не читал сайт кончаловский.ру, потому что там все не то пишут. И должен, значит, тогда спросить, почему укращение строптивы. Хотя я знаю ответ, потому что это самая итальянская пьеса из Шекспира, что Шекспиру 450 лет, бла-бла-бла. Но я же не могу все пересказывать, что на сайте у вас написано. Я тебе скажу на эту тему, отвечу по-другому. Вот если бы я был дирижером, не спрашивал меня, слушайте, почему вы дирижируете 8 симфонию Бетхоя? Это заготовка, вы в прошлый раз говорили это. Это тот же самый ответ, потому что это та же логика. Мне просто, во-первых, мне нравится Шекспир, я люблю ставить великих авторов. Во-вторых, вам нравится Италия, где вы живете. Во-вторых, забавная вещь, что когда я сначала сказал «да», а потом стал читать, потому что я очень давно... Не читал эту пьесу, «Украшение строптивой». Когда я прочитал, я открыл для себя, что это вообще написано англичанином комедии дель арте. У Шекспира больше нет комедии дель арте, чистой, потому что там все персонажи совпадают с персонажами комедии дель арте. Капитано, Орликино, Коломбино, Пьеро, там все персонажи совпадают. И поэтому получается, что в Италии ставить эту пьесу гораздо интереснее, чем в Англии. Потому что они играют практически сами себя, все действие происходит все равно в Италии. Поэтому итальянцы играют себя, а написано все по-английски неправильно, должно было быть написано по-итальянски. Так. Вот и все. Хорошо. Мы с вами беседуем в презумпции того, что все зрители знают сюжет и знают вообще эту пьесу. Поэтому я сразу перейду к вопросу, почему вы, самое интересное, что было у Шекспира, именно пролог, отрезали и сразу начали с укрощения строптивой. Вот сразу у вас, насколько я, если верить, это... А почему считаете, что это самое интересное? Это самое ненужное. Кто сказал? Я. Хорошо. Вставлю-то я. Так. Поэтому очень часто этот пролог выбрасывали, театр в театре, пьеса в пьесе, потому что там сюжета нету, раз. Во-вторых, длинновато. Нет, ну там же объясняется, почему стоит задача Катарину выдать замуж раньше, чем ее младшую сестру. Там же... Так это так же все понятно из первых разговоров сразу, что Катарина неважный характер, она вообще страшная стерва, и никто за нее не хочет выйти замуж. Еще папа в большая проблема, потому что Катарина осталась. Вот минуточку, у Шекспира ровно наоборот. Не то, что никто не хочет ее брать, а что у нее планка высокая, и она просто своих угажеров потенциальных, она как бы принято сейчас говорить, употребляет глагол «грузит». Правильно. Это немножечко... Вы меняете здесь... Нет, я, конечно, меняю, во-первых, но, во-вторых, то, что у нее плохой характер, это написано. То есть у нее невыносимый характер. А планка высокая, это одна из только исчерт этого плохого характера. Проблема в том, что человек, который ее писал, жил 400 лет назад, 500. Поэтому отношения к женщине тогда не было полно высокого благородства. Это надо было... Но этого не знаем. Нет, но у Шекспира написано во всяком случае так, что надо было ее, в принципе, сломать. И в пьесе у Шекспира она становится ангелом и говорит монолог свой знаменитый о том, что жена должна все время подчиняться мужу. Что она должна стоять перед ним на коленях, и только тогда она будет хорошей женой. То есть там вообще логика 16 века. Ну, здесь в России это трудно понять, потому что у нас женщина еще до сих пор, слава богу, нормальная женщина в том смысле, что она не хочет свободы. Она хочет наоборот. Она хочет, чтобы муж ее холил, лелеял, что она бы занималась бы детьми. И вообще правильные мысли. Я тоже согласен с такой концепцией. Но сегодня это делать так было бы смешно и довольно странно. Мне было очень сложно придумать ход, при котором это было бы убедительно на сегодняшний день. Да, и поэтому это 20-е годы Италия-Муссолини. Не поэтому. Не поэтому? Это просто, во-первых, красивое время. Во-вторых, костюмы времен Шекспира сейчас будут выглядеть чрезвычайно анахронизмом. А почему же у вас тогда на сцене есть как минимум один костюм? Ну да, но он специально выглядит как абсурдный. А, понятно. То есть это такой акцент? Нет, дело в том, что в пьесе Петруччо, когда он на свадьбу приходит, приходит в идиотском костюме. И поэтому он рассказывает, что он едет в админ сапог, у него такой, такой, ржавая сабля. Он вообще, какое-то он делает, пытается оскорбить всех. Поэтому, когда он выходит в костюме времен Шекспира, то люди во фраках и в цилиндрах шокированы. Это, получается, так сказать, легло хорошо. Но дело не в этом. Самое веселое для меня было, это то, что итальянские артисты не пьют. И они на репетицию приходят трезвые, никогда не опаздывают. И не снимаются одновременно в трех сериалах. Мы работали как часы. Это первое. Второе. Они всегда знали свой текст. Третье. Они еще прекрасно знают, что такое комедия дель армии. Они умеют двигаться, вы понимаете, они умеют двигаться, они умеют прыгать, гнуться, делать сальто, изображать животных с удовольствием. А эта комедия, эта комедия особенно, не может шекспировская, не может быть без хулиганства. Она должна быть элегантна. Хорошо. И вот это у них получается гораздо лучше, чем у каких-то других артистов, которые пытаются жрать комедию дель армии. Хорошо. Только итальянские театральные актеры умеют двигаться на сцене, получается? Или только наши не умеют? Нет, дело в том, что наши. Не обязательно. Возьмите англичан. Ну, там, конечно, есть великие. Саймон Макберни, который может все. Режиссер и актер. Но у итальянцев, во-первых, это в крови. И потом два великих театра европейских, которые возникли. Итальянский театр – это Венеция и Неаполь. Две разных школы комедии дель арти. И вот эту школу забывают, кстати говоря, и в Италии тоже, что сегодняшние артисты, итальянские, слишком много снимаются на телевидении. Но вот мне удалось найти удивительную компанию людей, которые обожают показать, как они могут двигаться. Надо же получать удовольствие от этого. Понимаете? Конечно, Костя Райкин может все. Поэтому он и Костя Райкин, что он может и комедию дель арти играть. Хорошо, я только одного не пойму, как это все будет выглядеть на сцене театра имени Моссовета, потому что играть они будут на итальянском, и там будут субтитры, которые будут что? Они будут проецироваться на плазму? Да, они будут проецироваться. Ну, а там же ведь уже будет это изображение достаточно, насколько я понимаю, перегружено всякими архитектурными красивостями. Не будет этого ничего? Ничего не будет. Вообще, у меня нет вообще декорации, у меня есть только фон веселый, который... Ну, там все построено на подмаргивании, как бы на хохме. Ну, там... Вы понимаете, что это не важно? Как не важно? Я вам скажу, почему. Хороший спектакль можно смотреть без перевода. Потому что так интересно смотреть, что происходит, что все понятно без слов. Ну, это говорит Кончаловский, поэтому я должен с этим согласиться. Я вот уверен. Ну, откажитесь тогда от субтитров, тогда, если вы считаете, что экспрессия компенсирует знание сюжета, то... Согласен. Дело, я думаю, это делается для того, чтобы пока как бы шпаргалка. То есть, я надеюсь, что они туда смотреть не будут. Но если кто-то что-то не понял, он поднимет глаза... А, понятно. Но, в принципе, настоящий театр, настоящий театр, можно смотреть без перевода. Без перевода. Просто потому что энергия взаимоотношений важнее, чем слова. Хотя, конечно, слова чрезвычайно важны. Про слова. Про слова. Я прочитал, опять же, на этом же сайте. Во-первых, все, что я говорю, я забываю на следующий день. Поэтому там, что написано, может быть, совсем все другое. Нет, там... То, что там написано, это существенно, потому что я, насколько понял, там некоторые есть, так называемые, авторские добавления, в смысле реплик и диалогов, того, чего нет у Шекспира. Мне хотелось бы понять, кто это сочинил. Я не спрашиваю, зачем. Чего там я такого не читал. Нет? То есть, этого нет? Никаких добавлений. Нет отступлений от текста оригинального? Нет, никаких добавлений. Есть отступления от физических действий. Так. От физических действий есть отступления. Но понимаешь, у меня... Да. Обычно Петруччу играют таким... Мачо приходит такой... Мачо вообще, он сейчас ее... И он ее так поперек колено вообще. И все. Он такой обычный. Это очень смешно, как правило. Замечательно играл Петруччу Джон Клис. Такой английский комик знаменитый. Из Монтипитона. Линеальная игра. Но он играл вот этого такого. Я долго думал, кто мог сыграть его так, чтобы мне было смотреть интересно. И чтобы это было единственно правильное. Знаешь, что такое хороший спектакль, на мой взгляд? И когда ты сможешь говорить, только так. Я бы тоже так сделал. Хотя никто об этом не думал. Я подумал о том, что идеальным был бы для этой роли, как ни странно, не Мастрояне, предположим, или какой-то такой, а Альберто Сорди. Такой был великий комик. С таким женской талией, такой женским тазом, такой лавеллаж такой смешной, трогательный. Великий актер. И я стал искать не такого мачо, а стал искать такого полного, такой тюлень такой. Тюлень. Иногда он бывает дельфином. И вот такой актер, я нашел его искать. Вот это он. Все сказали, ты с ума сошел? Он не может быть такой, Петрович. И я ему сказал, замечательный артист из Генри, я ему показал Альберто Сорди и сказал, вот надо играть это. Он на меня посылал как на сумасшедшего. Но он пришел туда. Вот именно то, что мне хотелось. Это такой хитрый, пронырливый, очень обаятельный, большой любитель женщин. Но не такой вот любитель женщин, а любитель женщин, которым женщины верят. Вот есть два типа мужчин. То есть он Катарину... Один типа мужчин, женщина чувствует себя в опасности. Так. Это мачо. Ага. А есть мужчины, которые женщины говорят, ну никакой опасности от него не исходит. Ему хочется побаюкать, там что-то такое. Это другой тип, типа там, я не знаю. Но как он может укротить при этом Катарину? То есть манипуляции? То есть это не давление, не нагибание, а... А вот, смотрите. У меня несколько... Вот мы в поле интерпретации сейчас отойдем. Вот упомянутый вами финальный монолог главной героини. Как она распинается там в своих чувствах к супругу. И в интерпретации... Мы про экранизацию сейчас поговорим. Лиз Тейлор и у Касаткиной там всегда на самом деле был такой вот подтекст иронический. То есть нам всегда зрителю давали понять, что она-то это говорит, но она это не имеет в виду. Что на самом деле она знает, как теперь с этим животным можно жить и как им можно руководить. У вас этого нету? Месседжа, как принято изъясняться на русском языке? Мы пошли другим путем. Так. То есть вашей интерпретации... Объяснять я не буду. Я должен сказать, пока я не придумал, как эта женщина с таким Петруч, который вообще такой он, ну как сказать, у него авторучка есть, подписать контракт. Он очень услуглив, хитер, остроумен. Вроде бы застенчив, нагол, как там, но внутри хитрый тип. Вот как эта женщина должна обратиться с этим мужчиной, это было самое сложное. Когда я придумал, что надо сделать, чтобы она такая сука, понимаешь, ну будь здоров, красавица, наглая, как так. Как? Тогда я сказал, я буду ставить. Но рассказывать это глупо, объяснять это невозможно. Так, ну, я, конечно, мог бы развести интеллектуальный бульон здесь. Нет, давайте без бульона, просто вот вы мне объясните, это история про, у Кончаловского, это история про брак по расчету, или это все-таки, как у Шекспира, там показана вспыхнувшая страсть. То есть изначально это брак по расчету, потом, как я оригинал понимаю, что потом это вот про чувства. Про что это? Это история про любовь автора к своим характерам. А под автором мы имеем в виду не Шекспира, а Шекспира все-таки. Шекспира, и как я прочитал любовь Шекспира к своим характерам. Там нет плохих людей, там нет негодяев, там все обаятельные, лопухи, хитрые, хитрованные. Это комедия для арта, и если есть злодей, то он смешной. Хорошо, а вы мне скажите, вы в жизни, не в работе, в жизни, вы укротитель или укращаемый? Мы все и то и другое. Мы все в жизни, по-моему, и то и другое. Мы иногда укращаем, иногда бываем укротимы. Вообще счастливые люди должны понимать свое место. Иногда он должен быть здесь, иногда он должен быть здесь. Это нормально. Знаете, я просто с вашим братом, когда беседовал, там как-то, уже не помню, почему всплыла тема, ну, ваших знаменитых мемуаров. И он так сказал, ну, Андрон, он тихушник на самом деле. Из чего я сделал вывод, что на самом деле вот вы по жизни, ну, укращаемый на самом деле. Вы себя так таковым не ощущаете? Я не знаю. Я думаю, что чем больше живешь, тем больше становишься укращаемым. Так по идее, потому что разум подсказывает понимать других людей. Когда вы работали над этой пьесой, вы руководились разумом или руководились режиссерской интуицией? Вот у меня выбор эпохи. То, что географически это Италия, это все понятно, здесь не надо ничего говорить. Вот все-таки с 20-е годы, вот я про эстетику все понял. Но эстетика, она в Италии была и в 20-е годы 17 века, и будет в 20-е и 21-е. Опять скажу, вообще очень сложно у каждого режиссера, у каждого художника есть свой внутренний компас, как двигаться в темноте. В принципе, надо двигаться в темноте. И даже вот Маша Муси, чудная актриса... Это исполнительница главной роли. Да. Она чудная, известная актриса. Она любимая актриса, кстати говоря, Некрошуса. Она там, у него сыграло все, что Некрошу ставил. Такие драматические роли. И я ей сказал, Маше придется раздеться догола, прыгать в вагоне и делать неизвестно что. Еще даже не знаю, чем мы закончим это. Она побледнела, но согласилась. Ей было очень тяжело. Но она переступила все и выскочила из собственного амплуа далеко. Я думаю, что очень важно, вот для меня очень важно, когда отовсюду приходят вот антенны, и вот как-то вот это, а может быть вот так, а может... А я не думал, что это будут 20-е годы. Складывается все, понимаете? Ясно. Вообще это называется интуиция. Да, я это слово подривделся. Либо называется отбор. Ты сидишь и ждешь, когда по реке мимо проплывет нужная щепочка. Но, как говорят зен-буддисты, истина приходит тогда, когда ее перестаешь искать. В общем, клетка с этими пойманными птицами можно увидеть на сцене театра имени Моссовета. Смотреть надо обязательно, потому что я ничего не понял. Слава Богу. Кроме того, чтобы... Не надо понимать, надо чувствовать. Да. Искусство совсем не чувствует больше ничего. И что главное, любой. Если ты любишь героев, и эта любовь передается зрителям, ты преуспел. Зрители любят Кончаловского, это главное. Так, у нас мы финалимся такой игрой. Игра в правду называется. Французская игра, поэтому вопрос... Да, говорить будем по-французски. Нет, у нас не все зрители, франкофоны, поэтому я просто предупреждаю вопросы. Иногда с ошибками, да. Вопрос, потому что это такой подстрочник, перевод делался. У нас есть четыре фишки, вы понимаете фишку, и такого же цвета выбираете карточку. На карточке написано вопрос. Давай. Я зачитываю его, вы отвечаете или не отвечаете. Так, три у нас в бухте. Так, тяните. Так. Белая. Какая белая? Голубая? Голубая, голубая, да, вот. Голубая. Голубая. Тебе повезло, да. Так, ну-ка. Сидите ли вы на дорожку перед поездкой? Да. Второй вопрос, зачем? Как повелось в нашей семье с детства, с моего. Это русская традиция, а не европейская? Не знаю, но у Чехова тоже все сидят в своем обороне. Я говорю, что это русская традиция. Подсказал это мне. Нет, вы же не любите, я все подвожу, вы же не любите еще русского. Вы же все время говорите. Кто ты сказал? Потому что вы все время говорите, что мы не доевропейцы. А это не значит, что я не люблю, это как странно, как и лупость. Это то, что мы не доевропейцы. Я люблю, что это прерогатива журналистской глупости для того, чтобы гости... Да нет, ну о чем речь? В России это же бесконечно интересно. Поэтому в Кончаловске живет в Италии. Ничего, я подниму, я живу здесь. В Италии, в Италии, слава богу, господи, спасибо, что я живу в Италии, но я живу здесь. Здесь работа, здесь гораздо интереснее, где бы ты ни была. И с каждым годом все интереснее. Здесь строптивых больше на самом деле. Поэтому есть поле для украшений. Глупость, наоборот. Ну да, здесь мы сейчас цитали... Здесь строптивых очень мало. Ах. Я тебе скажу больше, чем человеку больше говоришь об его правах, тем совсем забывайте о своих обязанностях. Вот то, что там происходит. Ох, не хочу я говорить про то, что там происходит, потому что мы с вами... Да, мы с тобой... Так, опять голубаем. Что-то мы отложим, третий раз ее уже не было. Ну, потому что хочется все палитру, чтобы было у нас. Что вы обычно говорите людям, приукрашивая рассказ о своей работе? Вот просто в темах. Что вы обычно говорите? Речь ведь не про коллег, не про критиков, а вообще про людей. Или вы не приукрашиваете свою работу? Нет, если что-то получилось, я не приукрашиваю. Укращение строптивой получилось? Посмотрим. Через два дня. Я с уверенем, пока да. В Италии на отпуск. Хорошо. А если не получилось, я пытаюсь объяснить причину, обвинить кого-то другого, но не сюда. Это правильно. Ну, не знаю. Это музахизм. Так, последний. Сейчас будет красная. Нет! Белая. 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 Но раз вы сказали, что красная, то поскольку белая свободный, вопрос вообще без вопросов, я предлагаю вам выбрать красную. О, это просто вот вопрос для Кончаловского. А для тебя? Занимались вы сексом вне дома и где? Да. Ну, во-первых, занимался, а во-вторых, так много мест, что я не помню. Ладно, хорошо. На сцене не приходилось никогда заниматься? Да ты что? Нет, а почему в, допустим, не обязательно же я имею в виду на сцене, а вот на сцене я имею в виду в мебельном аспекте, нет? Нет. Ну, когда попустой тяп. Нет, нет. Я человек в этом смысле. Нет, ну, в закрытии помещениях. Тихошник, как сказал Никита Сергеевич. Надо посмотреть украшение страфтилы на итальянском языке, на титры надо не смотреть, потому что вещь-то гениальная по-любому, потому что это вещь Кончаловского. Кончаловский гений. Нет, нет сомнений. Спасибо вам. Спасибо. Не все вопросы я задал. Спасибо.